Доброе, прощённо-воскресенское, воскресенническое утро. Вот, поеду за молоком, заодно что-нибудь покажу. А то уже как-то без видео соскучился. Заведём наш пепелат. У нас сегодня минус шесть или семь с ветром. Не люблю я, на короткие расстояния приходят. О, на удивление, живенько. Что значит свежий аккумулятор? Подогреемся, труси. Вот такой у меня скребок здоровенный, которым обои разглаживают. Очень удобно, кстати. С прогревами я особо не заморачиваюсь, честно скажу. У нас его лёд такой, классный. Но, немножко погреть, конечно, машину надо, чтобы случайно потом не попасть в просак. Вообще, дубняк такой, скажу честно. Вчера я был на рыбалке, было как-то неплохо. Но было, даже лунки не замерзали. А сегодня утром у нас зима полноценная. Чувствуется завершение мастерничной недели. Что могу рассказать про рыбалку? Пока рыбак из меня зимний никакой. Пару раз чего-то хватало, но как-то вяло. Но я сегодня посмотрел отчёт профессионального рыбака, который ходил на рыбалку. У него тоже не сильно густо. Но он сделал лунок в пять раз больше, чем я очистил. Короче говоря, не всё так клёво, как хотелось бы. Сейчас заедем мы в одно место ещё. В одно интересное место. У меня каждый день, каждое воскресенье, точнее, теперь поездка за молоком. Раньше мы брали две банки, но как-то, честно говоря, почему-то стало хватать одной трёхлитровой банки. Ну, может, летом просто больше. Больше молока пьём. Летом. Зима у нас в этом году настолько разнообразная, что даже, честно говоря, не знаешь, как к этому относиться. У меня такое впечатление, что я за этот сезон было несколько разных зим, осеней, чуть ли не лето наступало даже, то есть, всё, уже даже зелень начиналась. Ну, а теперь снова та же история. Опять всё позаносило. надо ехать в деревню чиститься. Ну, что сказать про деревенскую жизнь? про деревенскую жизнь можно сказать только то, что она как-то веселее. вот это общение с природой каждый день. То есть, ты видишь смену погоды, видишь, что вообще, как что-то происходит в деревне такое. С людьми общаешься. Тут, во-первых, в отличие от города, где ты никому нафиг не нужен, и скорее всего не знаешь даже соседей по этажу, то тут, оказывается, за тобой постоянно следят. Я приезжаю, встречаю знакомых, говорят, ой, вчера говорили, ты там по Витовскому ходил или на своё озеро ездил. То есть, глаз постоянно за тобой учёт и контроль. Так-то шармачка не прокатишь. Уже если ты будешь тут делать какой-то косяк, то люди это увидят и оценят. Тут так это получить кликуху обидную или глупую очень даже просто. Это как у немцев этот идиотен тест. То же самое и у нас. Попробуй ты в городе ты будешь ходить пьяный, только проскакивай мимо соседей. И в общем-то кликуху ты не заработаешь никакую. Но тут, если пару раз попадёшься с запахом с определённым или под шофе, то уже к тебе будет отношение несколько другое. Поэтому дисциплинируй, дисциплинируй. хочу в этот раз съездить в усадьбу во Вжетских по дороге, но правда постоянно заметают её снегом, а там дорога такая, что её особо не чистят. И тем более, если трактор проехал как и льявы такая. вот так вот братья наши литовцы обгоняют знак 40, он несётся дорогой скользкой, потом удивляются, что проблемы бывают. За молочком, за молочком. Ну вот, обсудили вопросы рыбалки. Оказывается, не один я такой тут неудалый, что нету в этом году особого клёва на жирца только вон. Ну, хоть это слегка слегка бодрит. А то было бы обидно, если бы я один такой был. Ходил, ну, подзанесло, как у нас. Подзанесло. Зима, можно сказать. Но это, я думаю, ненадолго. хотя мордок, как у нас говорят, мордок, одевай север порток. Может быть, всякое. Опа. Не знаю, даже, может, сегодня ещё на рыбалку сгонять. но ветер сильный, не хочется с этими лесками путаться. Не такой уж я энтузиазист, чтобы морозиться. Тем более, это если бы, что, одну-две поймал бы хороших, так сейчас бы был бы азарт. нема, куражу нема. Нема куражу. Воскресенье. Хотя, это местные в основном едут. не Минске. Жизнь в провинции полна неожиданностей. Никогда не знаешь, что произойдёт с погодой. В городе как-то всё более понятно. но вообще одни литовские машины едут, я смотрю. И Минске. вообще городок вид же очень интересен. Главное, что тут центр такой. всё, что надо, есть для жизни. И для жизни, и для рыбалки, для отдыха, короче говоря. вот тут уже много раз я показывал, тут у нас торговый такой. Торговое место. Тут был хороший магазин строительный, но что-то зачах. Может, опять появится. даже вот сегодня не верится. Пару дней назад уже отпустило, я думал, весна пришла. спрашивал сосед, будет ли лёд через неделю. Так у меня сомнения даже брали. А сейчас что-то сомнения развелись. Я думаю, что через неделю точно будет лёд. А то и через две. Поеду, посмотрю эту улицу. Как тут обстановка. Хотя, честно говоря, гололёд тут ездит не очень хорошо. Можно легко поехать не туда, куда надо. Но будем надеяться на свой профессионализм. Сложный рельеф, но и такая дорога не сильно проезжая, но интересная. Домики стоят. Старая-старая улица Витзовская. Наверное, с момента основания. Я так смотрел старые фотографии. Она, наверное, одна из самых основных. И дома тут стоят. Видно, на видео даже разнообразные такие. по-новей, совсем старенькие стоят. Так. дидидидидидил. О, вот. и . Продолжение следует...